Мархаш Назрань готовится встретить во всей красе. В черте города высаживают цветы. Пока это бархат и сальвия. Это в первую очередь делается для жителей, чтобы они смогли встретить долгожданный праздник в красоте и уюте. Плановые работы мы ведем с марта месяца и до сих пор. Сажали деревья, кустарники, постригали. Мужчины сейчас занимаются пострижкой газона, сорняков. А вот именно к праздникам нашим, к мусульманским праздникам, именно мы сейчас хотим в центре города заняться клумбами, чтобы приурочить это к праздникам, чтобы красивые клумбы были и радовали жителей города. Участки мы займем почти весь центр города. И по Муталиево, и по Московской, и по Тутаево, по Тутаевой. Вот заводской район весь займет. Ну, практически центральную улицу все займем посадкой цветов. Команда цветоводов приехала из Нальчика. В Ингушетии они трудятся не первый год. Свою работу выполняют на совесть, да и градоначальник строго следит за процессом. Светлана Халишкова вместе со своей бригадой с удовольствием берется за работу. Подмечает, как приятно в Ингушетии относится к посадке цветов. Это солнышко тут будет. Лепестки разные будут. Вот, например, бархат и зеленый лепесток. Где пустые, сейчас сальвы туда высаживать будем. Эти растения у вас очень хорошо приживаются. Они красиво будут смотреться. После посадки немножко они вяленькие, но когда польют, они очухаются, и все будет очень красиво. Мы к вам уже четвертый год ездим. И, например, как у вас разбивку делают, как у вас озеленяют, мне, например, очень нравится. У вас к растениям, к цветам очень хорошо относятся. У вас любят озелененные вот эти участки. Пока в центре города застилают цветочные ковры, в Альтиево по улице Коллекторной вовсю работает тяжелая техника. Ливневки рабочие расширяют и углубляют. Проблема с ними на улице была давно. После обильных дождей дома и участки жители близлежащих домов затапливались. Сейчас же этот вопрос решается на их глазах. Выйти невозможно было. Даже отсюда дети в школу ходят. Вот школа сзади находится. Практически невозможно было пойти и в школу, и куда-нибудь даже выйти на улицу. Практически до 30-40 сантиметров воды было на дороге. Сейчас, по воле Аллаха, все решается. Пока, вот, как вы видели, оттянули технику. Решается пока. Протяженность новой ливневой сети будет составлять около двух километров. Здесь и деревья обрезали с целью дальнейшего расширения дороги. Также по этой улице планируется строительство детского сада на 220 мест. В дальнейшем, по словам главы местной администрации, здесь уложат асфальт и проведут освещение. Сейчас мы эту ливневку углубляем и расширяем, чтобы у людей больше не сталкивались с этой проблемой. И еще, видите, улицу расширяем, вот сами видите, деревья обрубаем, наводим порядок тут. Каждым разом на зрань все краше и ярче. Несмотря на динамику, с которой развивается город, сделать еще предстоит немало. А пока планы постепенно притворяются в жизнь. Светлана Томова, Магомед Белокиев. Новости 24.